Наконец-то в целом мире прекратилась суета Начинается в тире передача от винта От винта Вот так Привет Ну что, младший, готов к приключениям? Как ты меня назвал? Младший А ты что, не слышал? Нового Индиану Джонса анонсирую А какая связь? Ты смотрел Индиану Джонс и последний крестовый покой? Ну, так там Мудрый профессор Генри Джонс вместе со своим сыном Индианой Отправляется на поиски священного Грааля, так? Из нас двоих на роль мудрого профессора, ну, угожусь-то только я А как Генри Джонс называл своего сына, помнишь? Младший! Понял теперь? Ну вот Логично Ну да А знаешь, я вспомнил другую сцену из того же фильма Дело, кстати, на дирижабле происходило Сейчас Ваш билет Что? Билет покажи, говорю Ваш билет Подожди Ваш билет У него не было билета Так Младший Будешь хулиганить, вообще тебя никуда не пущу Будешь дома сидеть А Грааль или там Атлантиду, я сам найду С чего ты взял, что именно это мы и будем искать? Ну, помечтать нельзя Фильм вспомнил Квесты старые, лукасартовские Так он скулы свело, слов нет Разводи обратно Новую игру делают разработчики последних Вольфенштайнов Никакого тебе пиксель-хантинга Зато с экшеном будет полный порядок Да мне главное, чтобы атмосферу сохранили И чтобы этих модных современных сценаристов даже близко к игре не подпускали А то выяснится, что Индиана на самом деле трансгент Вот до чего могут довести еженедельные плохие новости Я девица Ух ты Мне девица Успокойся За проектом присматривает сам Тодд Говард А уж у него секрет хорошей игры наверняка на каком-нибудь древнем свитке записан Но я бы на твоем месте другим вопросом озаботился Каким же? Технологическим Хорошему археологу нужно хорошее оборудование Не какой-нибудь пыльный артефакт Но современный монитор LG Игра ведь будет экшеном А что для экшена важнее всего? Диагональ? Чтобы все враги были как на ладони? Нет Время отклика Чтобы щелкнул ты кнутом А твой противник это сразу бы почувствовал Возьмем, например, монитор 27GN800 из линейки UltraGear Время отклика у него всего 1 миллисекунда Раньше такие были доступны только для матриц TR Но у них цветопередача хромает А вот у этого монитора матрица другая Nano IPS Сможешь оценить археологию будущего во всех красках Добавь к этому высокую частоту смены кадров 144 Гц Что для экшенов тоже крайне важный параметр Плюс поддержка технологий AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync И на выходе ты получаешь быструю качественную картинку С диагональю 27 дюймов без фризов и разрывов Так-то, профессор Бонус, учитесь! Вот же молодежь пошла Вот лишь бы старших учить Не научишь вас, так вы и не узнаете Что на линейку UltraGear На официальном сайте LG Действует скидка 10% По промокоду LG номер 1 Ссылка будет в описании И все же повторю свой вопрос Где билет? Какой билет? Билет? Я этот дирижабль вот этими вот руками строил билет Есть билет? Нет Коль билета нет, так ты пароль скажи Если игры будущего, то LG А я говорю в морг Зачем в морг? В реанимацию В морг В реанимацию А я говорю в морг В морг сейчас вообще никого не возят Вон даже скелетов воскрешать пытаются И не безуспешно Ты что? Хочешь сказать Что Electronic Arts Может оживить Battlefield? Ты что, издеваешься? А почему нет? Обещали же, что новую часть поставят на ноги уже в этом году Поставят они, как же Только без костылей и с патчей ходить это чудо все равно не сможет Нет, ну постой Инсайдеры же говорят, что новая батла станет мягким перезапуском серии И создается с оглядкой на третью часть А третий Battlefield был очень даже неплох Ты мне про инсайдеров-то не рассказывал Читал я все это Опять обещают плохих русских Что, наши хакеры снова вмешаются в чьи-нибудь выборы? Мелковато берешь Там, брат, настоящая третья мировая И полномасштабное вторжение российской армии в США и Западную Европу А сюжетная кампания снова будет состоять из этих унылых военных историй Эх, будь моя воля, я бы этим сценаристом прописал курс принудительной уринотерапии Чтоб жизнь медом не казалась Да кому вообще нужен этот сюжет? Battlefield — это прежде всего мультиплеер А вот тут все намного интереснее Слышал, что карты будут на 128 человек? Слышал Но это только для некстгена На пастгене максимум 64 Тоже неплохо Да, это если карт нормальных подвезут А не барахло, как в прошлые разы Опять потом придется карту метро из твоей любимой третьей батлы добавлять Ну вот, значит как минимум одна хорошая карта все же будет Да, и появится она через полгода после релиза Очень заманчивая перспектива Да нет, ну я понимаю, ностальгия, там все дела Но вот не верю я в Electronic Arts, понимаешь? Не верю и все Эки, ты Борис неверующий А я вот наоборот считаю, что... Подожди Что? Слышал? А, это ерунда, не обращай внимания Так вот Подожди, подожди А кто-то кричит А, это? Это в соседней палате принца Персии оживляли Он слегка... Не кондитен Санитаров покусал Да Так Значит, что? А, ва Так Все работает Можем идти Пошли, что ли? Наша первая локация Кошмарный офис Я даже боюсь представить, кто там босс Ты что там, спишь, что ли? А ну-ка Да не сплю я Боюсь Вот зачем ты меня кошмарил? Я говорю Давай в Оверкук поиграем А ты Нет, хорроры Я говорю Давай во что-нибудь миленькое А ты Нет, кошмары Ну кошмар-то там Маленький И милые Два Little Nightmares Два Я никуда не пойду Вот у тебя хотя бы зажигалка есть Сейчас О На Лучше Лучше То-то же В этой игре основная роль переходит к Мона Ребятенку с пакетом на голове Это он должен прокладывать путь через все комнаты страшилок И вести за собой шестую героиню первой части И не просто вести А еще и защищать героически Половником там, топориком, куском арматуры Погоди Так ты, значит, со своей зажигалкой шестую изображал? Не похож Ну а что? Шестую, знаешь ли, без желтого дождевика тоже не узнать И поначалу от рядового неписи ее отличает только характер и стремление взаимодействия Но скоро все станет на свои места И дождевик найдется А новые шапки? В этой же не видно ничего Не хрустит? И новые шапки Мона, тот еще модник Может насобирать целую коллекцию Шапочки из фольги есть? Тут все какие-то слишком подозрительные Есть с хвостом Но ты прав Все окружение так и лучится какой-то особенной стремнотур Атмосфера успешно перекочевала в новую игру из первой части И теперь под ноги героев стелятся новые мурашечные локации Тут и лес с безумным охотником И госпиталь с манекенами И школа с училкой из самых страшных снов Что, опять домашку не сделал? А ты сделал? Дашь списать? Нет Тоже мне, друг С таким подходом тебе в Little Nightmares 2 делать нечего Ведь там большой упор сделан на взаимовыручку Мона и шестая работают в тандеме И тут бы хорошо лег кооператив Но девчонка и без того успешно управляет компьютер И даже подсказывает Распределяя между этими двумя роли во время решения какой-нибудь головоломки Мораль страшной сказочки Вместе веселее и безопаснее Ладно, убедил Уже не страшно Пойдем Погоди Что такое? Зажигалку потерял? Ты что, не слышишь? А ведь проблемы с голодом у шестой-то никуда не делись А на голодный желудок Это же не путешествие, а так Глупость Так что давай, бери свой паломник и вперед На кухню Давай Давай, давай Требую супец из какого-нибудь мальчонки Да, давай, давай Подожди, какого мальчонки? А давай я тебе лучше домашку дам списать Ну смотри О, а где ты? Нарядите Лайки Комментарий Много Пишут Никогда бы не подумали, что вы из России И еще Что я похож на глэмрокера Да В целом Одобряют нашу приверженность Игры новые А ведущие Ведущие Никогда не меняются А ведь хорошие были раньше старые игры Да и сейчас выходят, в общем-то, неплохие Вот, скажем, Monster Hunter Rise Серия старая, а игра новая На свитче На сей раз охотничьей базой станет деревенька Камура Местное окружение вдохновлено древней Японии Да А исследовать вдохновляющий мир, говорят, можно будет без всяких окон загруз Чтобы ничего не отвлекало мастеров от охоты След может вывести к новым монстрам И геймплей тоже разжился новыми элементами Теперь разрешат забираться по вертикальным поверхностям А чтобы тем, кто ходит на монстров не в сетевом режиме, а в одиночку, не было тоскливо У героя снова будет верный спутник На этот раз Паламут Говорят, в январе была бесплатная демка Верно И вроде все с игрой в порядке Выйдет в марте, как и обещано А то я, честно говоря, уже устал от всех этих переносов Главное теперь, чтобы там нигде случайно не пошутили про китайские коленки Как в экранизации «Монстр Хантера» В Китае фильм даже с проката сняли Местные посчитали эту шутку отсылкой к одному очень обидному для них стишку Так, давай, шути Про коленки давай шути Ты меня снимаешь, что ли? Ну а что? Опять на Reddit попадем Все, новые игры обозреваем Тренды новые, лайки пойдут Давай, давай, шути Ты еще в ТикТок заберись, охотника, за лайками ТикТок? А это что? Какая экосистема? Монстров много? О да, не то слово Вот давай шути Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин